Поломанный механизм Дом Большой Бонни Очень много механизмов, шестеренок и разной стинг-панковской техники Ты стучишься в дверь, но никто не открывает Похоже, здесь никого нет Но на двери висит записка Посмотрим-ка, что же в ней написано Я в отпуске Приеду назад через неделю Или две Или через три Большая Бонни Хм, похоже, этой записки больше трех недель Будет лучше, если я отвезу ее к советнику Большая Бонни в отпуске? Так значит, Большая Бонни в отпуске И ты не знаешь где? Нет, я не знал даже, что она уехала из деревни Я не могу припомнить, когда я видел Большую Бонни Но послушай, спроси у Феликса Они ведь хорошие друзья Наверняка он знает Привет, видел я часовщика? Ты имеешь ввиду Большую Бонни? Нет, давненько ее не видел Большая Бонни? Хм, нет, я не видела ее фактически уже много лет Последняя весть от нее Это открытка, которую я получил Но, как я уже сказала, это было очень давно Нет ли ее у меня с собой? Или куда я ее положил? Подожди Послушай, по-моему, я оставила эту открытку Где-то в башне часов Я помню, что я был там в прошлом году Потому что мне показалось, что кто-то ходил наверху Большая Бонни вернулась, подумал я Схватив открытку, я побежал к башне Но, увы, там было пусто Наверное, это была просто крыса или что-то другое Должно быть, я забыл провести открытку назад Вот, возьми ключ от часовой башни Пойди туда и поищи сама Но будь осторожна Там давно никого не было И поэтому, кто знает Может, там что-то сломано или опасно Или все превратилось в какую-нибудь смертельную ловушку Удачи тебе Приходи обратно, когда ты найдешь эту открытку Будь осторожна и не упади вниз Вход в башню находится сбоку от Дома Советов Намеком являются шестерни Теперь доступ в башню открыт тебе всегда Это ведь открытка? Большое спасибо Посмотрим, что же могут обозначать эти каракули У часовщика очень плохой почерк Давай-ка посмотреть Смогу ли я разобраться и что написано в этой открытке Привет, мой дорогой друг Феликс Как хорошо быть в отпуске Я думаю, что останусь здесь с Барни Он разрешил мне спать в его силосе Если я позволю ему каждое утро забирать оттуда зерно и прочее Здесь очень воняет Да и мухи замучили Но в этом весь шарм проживания в деревне Мне это нравится По-настоящему Правда Но иногда я мечтаю опять поехать домой Но я не могу после того, что случилось Ты ведь и сам понимаешь Ух, я дрожу всем телом Как только вспоминаю о катастрофе, которую я сотворила Но может ты сможешь как-нибудь навестить меня Как только все успокоится Тебе нужно будет только постучать по трубе торчащей из амбара И я вылезу наружу И не рассказывай никому о том, где я нахожусь Это ведь такая неловкая история Твой друг – часовщик Большая Бонни Хм, да, Джессика, она такая странная, эта Большая Бонни Но она мой друг Я не понимаю, что она имеет в виду Когда упоминает об этой неловкой истории Но я думаю, что это пройдет, как только она немного оттаргахнет Послушай, почтовая печать пятилетней давности Подумай только, как давно... Послушай, почтовая печать пятилетней давности Подумай только, как быстро бежит время Смогла бы ты поехать к Барне и спросить у него, видел ли он Большую Бонни Барне – один из братьев и сестер Который занимается хозяйством вокруг деревни Серебряной Поляны Конкретно Барне находится рядом с Силосом По которому ездит трактор Привет-привет, чем я могу помочь тебе? Часовщик? Хм, ну да, она заняла мою силусть для проживания Но я ее уже давно не видел В последний раз год назад Где же Часовщик Большая Бонни? Это интересный вопрос Хм, она ведь никогда не была общительной При каждой встрече со мной она так ужасно краснела И быстро залезала в трубу, как только могла Я обычно оставляю ей немного репы и картофеля с моих полей Чтобы она не голодала И они исчезают Так что она, вероятно, где-то здесь Ты хотела бы увидеть ее? Да, понимаю Тогда я думаю, что тебе надо будет залезть в Силос и поискать ее там Это наверняка единственное место, где она может быть Влезай в трубу, ведущую в Силос И проползи по ней Пока не окажешься внутри Силоса Я не знаю, как сейчас выглядит Силос изнутри Ведь с тех пор, как я начал выращивать рыбу и картофель Силос стоит пустым Удачи тебе А теперь я должен вернуться к своей работе Да, и передавай привет Большой Бонни, если найдешь ее О, призрак На помощь На помощь На помощь На, по! Ты хлопаешь часовчака по спине. Спасибо, это помогло от кашля. Ты ведь не проведение? Нет, какое везение. Ведь проведение это самое страшное. Почему ты здесь? Ты ищешь меня? Почему? Починить часы в деревне Серебряной Поляны? Ой-ой-ой, эта история догнала меня. Этого дня я боялась уже давно. Бедная я. Почему все плохое должно случаться именно со мною? Почему? Почему? Ты хлопаешь опять большой Бонни по спине. Спасибо, ты такая добрая. Как тебя зовут? Джессика? Ну так вот, Джессика, дай мне рассказать о том, что случилось, и тогда тебе станет меня жалко, как никого другого на этой земле. Когда-то очень давно, много лет назад, начался новый день. Ничем не отличавшийся от любого другого. Когда-то начавшегося дня. Я помогала портному на Серебряной Поляне с починкой швейной машины. Затем я собиралась завести часы в Доме Советов. Как обычно, я это делала каждую неделю. Сохранить тикань этих часов является самым важным делом. Нет, самой важной работы во всей деревне. Без работающих часов это было бы полное ката... Да, да и ты сама понимаешь, какой огромной бы была катастрофа. Но как бы там ни было... Когда я шла через всю деревню к Дому Советов, все в деревне улыбались мне, и я видела гордость в их глазах, когда они смотрели на меня. Я видела в их глазах гордость, и я себя чувствовала действительно хорошо. Я поднялась на башню, вытащила свой особенный заводной ключ и начала вращать пружину. И потом... Это случилось! Катастрофа! Катастрофа! Я повернула ключ не в ту сторону, Джессика. Я была так занята мыслями о всей деревенских жителях, как они улыбались, и их гордость в глазах, что я повернула ключ в обратную сторону. С машин посыпались искры, пружины затрещали, брызнуло масло, и часы остановились! Впервые за все время! Я запаниковала и побежала к моему дому, собрала все свои важные вещи и покинула деревню со слезами на глазах так быстро, как только могла. Теперь ты понимаешь, Джессика, в качестве наказания за мое преступление, я отправила себя в изгнание. Нет никакого другого способа загладить вину за садейное. И я даже не мечтаю о восстановлении доверия у моих любимых жителей Серебряной Поляны. Я обречена умереть здесь, в силосы, в одиночестве, с осами. Презираемая, искренная, всеми забытая. Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой обратно и отремонтировала часы? Это не получится. Ты еще это не поняла? Я умру от стыда, если покажусь там опять. Жители деревни оплюют меня, закидают гнилыми фруктами, будут обзывать меня нехорошими словами. Что? Если я починю часы, то они, может быть, простят меня? Ты так думаешь, Джессика? Ты думаешь? Может, это мой единственный шанс. Если я починю часы, то буду принята обратно в общество. Я знаю это, но я не могу показаться там, пока часы не заработают. Джессика, ты должна найти способ для меня пробраться в мой собственный дом незамеченный. Ты подумаешь? Да, подумай и возвращайся скорее обратно, как только сможешь. Мое возвращение в деревню Серебряной Поляны не может больше откладываться. Мешок? Ты хочешь, чтобы я залезла в мешок? Это совсем не то, о чем я мечтала. Чтобы я была перевезена в мешке, это не особенно героически. Не могла ты придумать что-нибудь получше? Нет? Ну что ж, ради Серебряной Поляны я готова подвергнуться каким угодно опасностям и мучениям. Джессика, встретимся у Силаса. Там я и залезу в твой мешок. Я приду туда после того, как соберу все важные вещи. Ты заметила? Я пришла раньше тебя. Я использовала трубу в качестве горки. Кстати, очень эффективно. Но я не советую для таких неопытных персон, как ты, Джессика. Вот здесь стоим мы. Один часовщик и один мешок. Кто бы мог подумать, что эта компания может спасти всю деревню Серебряной Поляны от катастрофы. О чем я говорю? Это теперь понятно. В конце концов, я все поняла. Когда я убежала из Серебряной Поляны, то я была молода и неопытна. Мое чувство собственного достоинства было настолько повреждено, что я не могла больше смотреть в глаза своим соседям. Но это было ошибочно с моей стороны. Эгоистично. Аморально. Теперь ты понимаешь, Джессика? Когда я пропала и покинула сломанные часы позади меня, это стало вопросом времени, когда вся деревня пойдет под откос. Все это время может показаться, что я только сидела здесь в силосе и жалела себя. Но на самом деле, ведь это жители деревни оказались жертвой моих неправильных действий. Наконец-таки я поняла мою роль в жизни. Без меня Серебряная Поляна пропадет с лица земли или даже весь Юрвик. Уверена на все сто процентов, что весь Юрвик. Мы не можем больше терять время. Мы должны вернуться в деревню. Я залезаю в мешок, а ты поскачешь с ним к моему дому на Серебряной Поляне. Поторопись! Не теряй время! Большая Бонни залезает в мешок. Ух, мы уже доехали. Джессика, ты видишь что-нибудь? Нет? Ты уверена? Ну хорошо, вот тебе ключ от моего дома. Отоприть дверь, и я брошусь быстро в мой дом, чтобы никто не заметил меня. Хорошо, подожди. Никого? Хорошо. Подожди. Подожди. Сейчас, поторопись, открывай дверь. Добрый день, меня зовут Герман. Я владелец конюшни. Я люблю лошадей. Ха-ха-ха. Джессика, это ведь я. Часовчик. Большая Бонни. Ой-ой-ой, прости, что я запутала тебя. Ты действительно поверила, что сюда вошел Герман? Ха-ха-ха. Не смущайся. Не смущайся. Я взяла все свои инструменты в фонтан. Я забыла, что сделала это. Я не смогу починить поломанные часы. Я не осмеливаюсь покидать дом. Подумай, что произойдет, если кто-то узнает меня. Тем не менее, ты, мой лепесток, можешь передвигаться здесь свободно. Никто ничего и не заподозрит. Скачи к фонтану и поищи там мои инструменты. Скачи. Поторопись. Это же мои инструменты, Джессика. Но они все поломаны. О нет, почему это случилось со мной? Почему? Почему? Ты хлопаешь большой Бонни по спине. Спасибо, Джессика. Даже если я починю мои инструменты, то это будет недостаточно. Нам необходимо масло для смазки машин. Много масла. Потому что они были поломанными много лет. У кого есть такое масло? Не могу сказать ничего. Стив? У него есть масло? Хм, да, может быть. Но это не поможет. Они все равно не будут работать. Ты хочешь попробовать? Да, да, попробуй. Вот тебе пустая бутылка от масла. Поговори со Стивом. Ах, какое несчастье. Как раз, когда я подумала, что наконец-таки смогу вернуться к моей старой жизни, то колесо фортуны повернулось ко мне спиной. Почему жизнь такая жестокая? Мои инструменты полностью разрушены. Можно ли их починить? Нет, не получится. Как можно будет это сделать? Это конец, Джессика. Да, я залезу обратно в мешок, и ты отвезешь меня назад в Ксилос. Ты хочешь попробовать починить инструменты? Я говорю же, что не получится. Что? У тебя есть друзья, которые смогут помочь? Кузнец? Он умелый, но я не думаю, что он сможет починить их. Нет, не может быть хуже, чем сейчас. Попробуй. Но не удивляйся, если не получится. Сначала я хочу отправиться в Морланд к кузнецу Конраду, чтобы отдать ему инструменты на починку, а уже на обратном пути заехать к Стиву за маслом. Благо здесь есть удобная тропинка. Приветствую тебя, Джессика. Чем я могу помочь тебе? Починить инструменты часовщика? Обычно я не берусь за такие маленькие вещи, но для тебя могу сделать исключение. То, о чем ты просишь, вовсе не простой проект. На самом деле это возможно. Самое сложное, о чем можно попросить кузнеца, даже такого опытного, как я. Чтобы сделать это, мне нужна твоя помощь. Тебе нужно принести мне железо из сердца яркости Гаркнака. Вулкан, который сеет смерть и разрушение по всему Юрвику. Это рискованное путешествие полной опасностей. Ты довольно долго будешь вдалеке от родного Юрвика. Не волнуйся, дорогая Джессика, я тебе помогу. Вон в том ящике около моего дома лежит палалка, которую ты можешь одолжить для путешествия. Принеси ее, и я расскажу тебе остальное. Значит, ты взяла палатку? Хорошо, послушай теперь. Твоя поездка в самое сердце Гарнака займет минимум один месяц. И за это время ты не сможешь встретить своих друзей или лошадей. Туда, куда ты собираешься ехать, лошади не могут последовать за тобой. И ты должна оставить также хрустальную диадему. Один... Один без друзей и месяц лошадей является тяжелым испытанием. Но я рад, что могу положиться на тебя. Ну, ты готова пуститься в путь? Я пошутил с тобой, Джессика. Какая прекрасная, великолепная шутка. Я выковываю эти не только лучшие из инструментов, но также и смешные шутки. Твои инструменты было легко починить, что я и сделал быстро за то время, пока ты ковырялась там в ящике. Ха-ха-ха, какую чудовищную шутку я придумал. Эту шутку будут рассказывать в течение сотен лет. И это, возможно, самая смешная шутка, которую только слышал Юрвик. Вот тебе твои инструменты, Джессика. Отдай их твоему другу-часовщику. Порой задания и персонажи в Star Stable Online бывают немного чудаковатыми, странными. Но именно это и делает Юрвик таким особенным. Ведь если бы их не было, то и Юрвик был бы обычным. Теперь заезжаем к Стиву. Масло? Да, здесь есть такое. Масло есть вон там, в резервуаре, Джессика. Ты ведь знаешь это? А что, если это не дизель в резервуаре? Ах, ведь это небольшая разница. К твоему сведению, мой дизель очень масляный. Поверь мне. Возьми только с собой бутылку и наполни ее. Ты справишься с этим. Я уверен в этом. Теперь можно вернуться к Большой Бонни. Ну вот теперь у тебя есть полная бутылка масла. Или дизеля. Или точнее дизельного масла. Теперь ты заполнила бутылку дизельным маслом, Джессика. Надеюсь, что оно тебе пригодится. Всего тебе хорошего. До встречи. Не получилось, да? Хочу ли я посмотреть? Нет, не важно. Подожди. Ведь они выглядят как новые. Колесо фортуны повернулось к нам лицом. Ты наполнила бутылку маслом. Ой, как хорошо. Может есть шанс, что ветер судьбы повернется в лучшее направление. Теперь, может быть, все равно есть шанс, Джессика. Пора чинить часы. Это очень серьезная поломка. Если бы я не была таким умелым часовщиком, я бы, наверное, отказалась от ремонта. Но не бойся. Я объясню, как именно все нужно сделать, чтобы починить их. Почему я сама не берусь их чинить? Понимаешь ли, это очень эмоционально сложно для меня событие. Вернуться на место катастрофы. Я действительно думаю, что не смогу сделать это снова. Я чуть не потеряла сознание и упала вниз, когда я была там наверху. Это могло быть моей погибелью. Я не могу пойти туда. Я хочу, чтобы ты помогла мне в этом, Джессика. Не ради меня, а ради жителей деревни. Не оставляя их в беде и заставляя их жить в этой деревне без часов. Ты поможешь им? Спасибо. А теперь я расскажу, что надо будет сделать. Важно, чтобы ты выполнила все по порядку. Если ты выполнишь все правильно, то часы заработают. Если ты ошибешься, надейся, что это не такая уж серьезная ошибка. И тогда приезжай сюда обратно, чтобы начать все сначала. Ремонтируй часы так. Используй ключ на колесе возле циферблата. Залей масло в большую воронку. Используй заводной ключ для прокрутки пружины. И потяни рычаг для запуска часов. И последний шаг пожелай себе удачи. Удачи тебе. Не волнуйся, если ты не запомнил последовательность действий. Нажав кнопку L, ты всегда можешь посмотреть текущее задание, в котором и прописаны все этапы починки часов. На них мы и будем ориентироваться. Используй ключ на колесе возле циферблата. Залей масло в большую воронку. Используй заводной ключ для прокрутки пружины. Последний этап. Подтяни за рычаг и пожелай себе удачи. Поздравляю, часы заработали. Ты починила часы? Ура! Я починила часы. Ура для меня! Я героиня. Настоящая героиня. Я никогда не забуду тебя, Джессика. Обещаю. Когда я получу медаль, то обязательно упомяну о тебе в моей благодарственной речи. Не хочу быть дерзкой, Джессика, но теперь я уж точно получу медаль и цветы от советника. Может быть, он даже организует фестиваль в мою честь. Я предполагаю, что он сделает это. Ах, какой великолепный день! Ну, пойдем-ка. Ох, привет! Часовой мастер Большая Бонни. Это было давно. Ага, Большая Бонни, приятно видеть тебя опять. Послушай, пользуясь случаем, хочу спросить тебя, сможешь ли ты починить часы здесь, в деревне? Что? Ты уже починила их? Ага, это ведь хорошо. Тогда хочу поблагодарить тебя. А теперь ты должна простить меня, у меня полно дел. Поговорим в другой раз. Что? Что он сказал там на самом деле? Он даже не заметил, что меня не было? Неужели я так незначительно? Ах, я не стою больше, чем это. Так значит, никто и не заметил, что меня не было много лет. Это так ужасно. Я такая бесполезная букашка. Вожь. Извини меня, Джессика. Я должна пойти в мой силы и сопрожить оставшиеся дни в печали и одиночестве. Привет, Джессика. Чем я могу тебе помочь? Почему Большая Бонни несчастна? Что случилось? Ой, да, я понимаю. Она жила в изгнании много лет, потому что думала, что погубила всю деревню, когда часы в Доме Советов остановились. И теперь, когда она их починила, то думает, что мы сойдем с ума отчасти. Как мы решим эту проблему, Джессика? Ведь все используют свои мобильники и никому уже не нужны часы в Доме Советов. Вот только что для... для красоты. Хм, мы должны поднять настроение Большой Бонни. Позволь мне поговорить с ней, Джессика. Часовщик Большая Бонни, прости мое предыдущее поведение. Понимаешь ли, без часов в Доме Советов, которые будили меня по утрам, я спал в последнее время так плохо, что превратился в зомби. Поэтому моя реакция такая замедленная. Только теперь твои новости дошли до моего заторможенного мозга. Ведь то, что ты сделала, так фантастично. Подумай, ведь когда ты покинула город, мы были так злы на тебя и разочарованы. Мы не могли понять, как ты могла покинуть нас без часов. Но после этого мы поняли, какую ответственную работу ты имела. Каждый из нас по очередности шел в часовую башню и пытался починить часы, но бесполезно. А теперь, когда ты вернулась, уже через день часы заработали опять. Ты настоящая героиня. В знак благодарности я назначаю тебя таким образом часовщиком первой степени деревни Серебряной Поляны. Часовщик Большая Бонни, еще раз благодарим тебя и больше никогда не покидай деревню. Без тебя мы пропадем. Ах, я так и знала, Джессика. Не хочу быть дерзкой, но без меня жизнь в деревне остановится. Я никогда не покину ее пределы. Никогда. Спасибо тебе, Джессика. Возьми эту симпатичную вещь в знак благодарности. А теперь я пойду домой, где меня ждет большая уборка после пятилетнего отсутствия. Навещай меня. Пока. Как только мы познакомились таким образом с Большой Бонни и дали ей возможность вернуться в деревню Серебряной Поляны, она сразу будет ждать нас с новым заданием, которое связано с механическим скокуном. Поэтому предлагаю сделать его доступным. Здравствуй. Моя помощница всегда приходит вовремя. Разумеется, речь-то тебе. Твои познания имеют огромную ценность для одного выдающегося инженера. Разумеется, речь обо мне. В твоих глазах сверкает искра изобретательности. Или даже огонек гения. Поэтому я расскажу тебе о своем самом великом изобретении. Все верно. Я изобрела... Скакуна! Прошу. Конечно, он немного недоделан, но... Ну ладно, он еще на стадии разработки. Ты, наверное, в недоумении. Не знаешь, что такое скакун? Скоростной автомат с качественной утилизацией ненужностей. Сокращенно, скакун. Мощный аппарат, который превращает перерабатываемый мусор в полезные вещи. Этот автомат позволяет перерабатывать ненужные предметы в полезные. Конечно, он еще далек от завершения, но стоит приложить немного усилий, и этот малыш будет выдавать нам всевозможные ценные вещи. Ищи перерабатываемый мусор вблизи городов и площадок джет. Приноси мне, а я буду совершенствовать скакуна. Нам понадобится еще пять перерабатываемых предметов, не больше. А потом скакуна можно запускать. Удачной переработки, а я пока подумаю, что улучшить. С этого момента ты можешь собирать по Юровику мусор, а вернее перерабатываемый предмет. Это бутылки, железные банки и всякий другой мусор, который будет блестеть золотыми звездочками. Собирай его, и позже возвращайся к этому коню. В него ты можешь вкладывать именно этот самый мусор для улучшения. И в отдельном видео мы с тобой рассмотрим все этапы его улучшения, ну а также почитаем то, что открывается вместе с этими заданиями. Ну а на этом все, и видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрела его. Ставьте лайки и пишите комментарии, как вам это прохождение. А вы помните старую большую Бонни? С ее старой моделькой. Ну и конечно с ее старым домиком в деревне Серебряные Поляны. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем прохождении.